Книга «Открытым оком», том 1. Тема «Внутренний мир человека». Вопрос 227. «Когда себя не уважаешь, когда мучает чувство вины за себя, за свою бестолково прожитую жизнь, комплекс неполноценности, то что делать?» – отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Любой психолог вам подскажет выход из этого состояния, то есть напустить на себя храбрость, от всего отмахнуться и забыть. У верующих дело обстоит сложнее. Если безбожник говорит, что на все наплевать и забыть, истрепить такие мысли с памяти, то для обратившегося на путь спасения совершенно наоборот. Эти чувства в себе нужно еще более усилить для осознания совершенной негодности. Что-то разложился, сгнил, пропал, ни к чему не годен, и выхода нет. Реквием жизни. И тогда в себя достигает апостольский призыв. Евреям, 12 глава, 2 стих. Цитата. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебредший посрамление, и воссел одесною престола Божия. Нужно поверить, что все это потому, что ты надеялся сам на себя. Теперь же Господь берет эту вину на себя, очищает, возрождает, воскрешает тебя». Филиппийцам, 3 глава, 13 стих. Цитата. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забываю заднее и простираюсь вперед». Исайя, 38 глава, 17 стих. Цитата. «Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Искупленный чадо Божие более не может терзаться комплексом ущербности. Он открытым орлином оком простирается вдаль. Чувство вины снимается в покаянии и во святом крещении. Откровение, 21 глава, 5 стих. Цитата. «Не сказал сидящий на престоле, все творят все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны». Чувство ущербности, туман отчаяния, который, как мглы и бури, нагоняя дьявол, отвергни одним утверждением. Кавычки открыты. «Это было все в прошлом и омыто кровью Иисуса Христа. Отныне я, чадо Божие, и иду за Спасителем в небо». Иоаиля, 3 глава, 11 стих. «Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь. Туда, Господи, веди твоих героев». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова